Команды с первых минут матча бросились в атаку. Уже на пятой минуте возник первый опасный момент. Защитник Булата неудачно сыграл головой, но Богданов пробил выше ворот. Ответ темертавской команды не заставил себя долго ждать. Жалшорин отдал передачу Федорова, но его удар парировал голкипер Гостей. Вновь Восток удачно сбросил мяч с аута. Защитники Булата ошибаются, но набежавший Эрбис переправить мяч в ворота не смог. Ответная атака. Серегжанов прошел по флангу и откатил мяч под удар партнеру, но Жалшорин пробил немного неточно. Богданов вывел Эрбиса на рандеву с воротарем, но мяч после его удара прошел сантиметр хатштанг. И все-таки удачливее оказались Тимиртаусы. Жалшорин прошел с мячом и ударил из-за предела штрафной. Удар получился не сильный, но точный. 1-0 на 20-й минуте встречи. Восток сразу же идет отыгрываться. Очередной дальний аут и вновь сработала связка Богданов и Эрбис, но мяч вновь проходит мимо ворот. Очередная атака Булата. Егизбаев откатил мяч под удар Щербакова, но удар немного неточный. Эрбис в центре поля бросает в отрыв Ибраева, но тот с хорошего положения не попадает в створ. Еще один дальний удар Жалшорина, но вратарь из Каменогорской команды ловит мяч. Первый тайм завершился с отсчетом 1-0 в пользу Булата МТ. Начало второй половины игры осталось за Востоком. Игроки гостей много атаковали, но до удара дело не доходило. Первый опасный момент. Во втором тайме вновь создали игроки Тимиртаусской команды. Жалшорин пустил прорыв Щербакова, но тот пробил мимо. Через несколько минут Щербаков вновь вышел к воротам соперника, но его удар в последний момент блокировал защитник Востока. Опасный угловой ворот гостей. Волков не допрыгнул до мяча, а Матышев не смог попасть в ближний угол. Игрокам РТШ никак не удавалось нанести удар по воротам Тимиртаусской команды. И в какой-то момент бить по своим начали Тимиртаусы. Сначала Волков едва не направил мяч в свои ворота. Через минуту по своим воротам бил уже Жалшорин, выносящий мяч на угловой. Однако удача в этот день была на стороне Булата МТ. За 4 минуты до конца основного времени матча Тарасов прошел по флангу и нанес точный удар из-за пределов штрафной. 2-0. Восток продолжил атаковать, но игрокам Усть-Каменогорской команды не хватало точности. Несмотря на все усилия Востока, матч завершился победой Тимиртаусской команды со счетом 2-0. Таким образом Булата МТ прервал серию из трех поражений подряд. Продолжение следует...